Всем привет! Сегодня 9 августа 2023 года. Всем зрителям и подписчикам канала Лудзинские мяуты привет Судмуртской Республике. Лично от меня и от моих мяутов. Вот даже Унка пришел вам сказать привет. Да, Персик? И Персик с вами здоровается. А, Персик? Персик? Проснулся, только проснулся еще, похоже, не отошел от сна, не соображает, че почем. Хоккей с мячом. Персик. А, мелкий, мелкий. Персик. Персик. Умыч, ты че там? Так. Сегодня как у нас с погодкой? Ну, температура немножко поднялась. Ну как? Около тридцатки. Почти тридцатка. Ну, на солнце, наверное, будет чуть побольше. Кошки. Кошки все спрятались. Грета. Так, а где Снежка? Грета, где Снежка? Кошки прячутся. Снежка-то где? Чебы не видать. Все попрятались. А? Грета. Куда все попрятались? Кречатся от солнца. Да? Грета. Умка. Да, вот в последнем видео, которое называлось «Не могу молчать», там я рассказывал про Снежку, но недорассказал немножко историю о том, что мало того, что Снежка к нам сама пришла, но получается, как бы самый старый кот у нас из прайдами аутов – это Барсик. Он единственный, кто остался со старых кошек. Все, которые сейчас кошки тут есть, они все от Снежки. То есть получается такой вот парадокс, не парадокс, но то, что получается Снежка к нам пришла и она принесла всех котят. Вот сейчас ее дочь Грета принесла персика. Получается, Снежка теперь бабушка. Вот такая вот получилась история. То, что, я не знаю, выкинули ее на улицу, не выкинули, или она заблудилась, потерялась. Неизвестно. Тут только можно строить догадки. Как было на самом деле, теперь не узнать. Это тайна, покрытая мраком. Вот, пожалуйста, у них тут тренажеры. Все, что под рукой есть, у них ползают они на всем. Где только они ползают. Скалолазы еще те. Так вот, получается, Снежка пришла к нам и принесла нам со временем котят. Был не так давно у нас тут захаживал пришлый котенок. Тоже такой необычный был, с обрезанным хвостом. Но, как оказалось, что он был чей-то. Тут его одна девочка, когда к нам заходила за племянницей, мы погулять они хотели. Ну, и увидел случайно этого котенка, который тут у нас уже, по-моему, две или три ночи переночевал. И забрала она его, унесла. Сказала, что знает хозяев. А так с ним было бы восемь кошек. Но, хотя этот пришлый тоже странно. Сказали, что он вроде как теряется. Но он судит по тому, когда он к нам пришел, как бы по нему не было сметно, что он хотел от нас уйти. Потому что, я думаю, кошка... Они это понимают. Если бы им тут что-то не нравилось, я думаю, вряд ли бы она бы здесь была. Мне кажется, она бы ушла. Ну, вернее, не ушла, это был парень. Это кот, котик, я думаю, от нас покинул. Но он жил у нас, хотя здесь у нас было много кошек. Они все на него первоначально шипели. Но это его не остановило. Он не ушел, не испугался. Вот только случайно, случайно его увидела соседская девочка. Юлева. Ты играешь, Умка? Пойди, Умка. Надо что-то мне взять. Какую-то палочку. Так, иду что-то. Вот. Вот. Умочка. Эх, что-то она слабенькая. Поэтому у нас остались кошки. Все, которые были и наши. Ну, посторонних нет. Ну, хотя, по сути, я говорю, что Снежка, она сама к нам пришла. Потому что, когда я по одним из днем, вот сейчас не помню, декабрь был или январь, или это был канон перед Новым годом, или это уже было начало Нового года, вот сейчас не могу вспомнить. Я вышел, не помню, или снег почистит там, или может по какому делу, это точно не помню. Но, когда я вышел, услышал, что кто-то мяукает. И, заглянув сюда, увидел, что тут сидит котенок. Ну, чуть побольше был. Чуть побольше была Снежка Умки. И мяукает. Первым же делом мы ее покормили. Она была очень голодная. Ну, я даже не знаю, сколько она была уже на улице. Было, как я помню, прохладненько. Поэтому котенок очень обрадовался, когда я ее заметил. Также тут недавно приключилась история с Гретой. Когда у ней были роды, мы не знали, когда они начались. Она просто придет, подошла ко мне и мяукает. Я даже сразу не понял, что случилось. У меня поток АППП заметил, что вроде как живот стал поменьше. И у ней там что-то торчало. Потом я уже разглядел, увидел, что торчит персик. Ну, тогда я еще не знал, что это персик. Торчит котенок. И он торчал ногами, лапами вперед. То есть он неправильно пошел. Не пошел головой. Задние лапы у него торчали. Ну, половина тела была высунута. И, видать, Грета пришла. Я так понял, раз она нюкала, она меня позвала на помощь, так как сама не справлялась. Я, честно говоря, растерялся. Персик, ты где? Персик? Персик? Куда девался? Персик? 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 Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Странно. Куда девался? Персик? Персик? Персик, ты где? Персик? Персик? Ага, вот ты где. Персик опять тут спрятался. Ну, ты персик даешь. Что ты зачем туда ходишь? Персик. Вот. И персик торчал наполовину. Но он же еще был без шерсти и был в этой, как она, плаценте или как называется. В общем, я испугался. Я не знал, что делать. Он такой махонький. Его же надо как-то, я не знаю, аккуратно было. Ну, вообще, я даже не представлял, что делать. Я понимаю, что Грета подошла не просто так ко мне. Она попросила у меня помощи. Ну, я растерялся. Я побежал за батей. И вот он помог, принял роды, помог Персику появиться на свет. Ну и тут было не все так просто. Персик, Персик, ты где? После того, как мы его вытащили. Персик. Не понял, куда так быстро успевает убегать. Персик. Персик. Вон, вообще на улице кажется. Когда он уже, папа его достал, Грета ему это все облизала, и он не подавал признаков жизни. То есть он не дышал. Ну и уже, ну как-то все равно, это не очень, я скажу, приятная картина, когда ты принимаешь роды, а у тебя в руках, ну, не в руках, вернее, он лежал уже на земле, когда она его облизывала. Этот младенец не дышит. Я вам скажу, это не очень приятное чувство. Мы думали, что парню не повезло, раз роды пошли неправильно, что что-то пошло не так. Но потом я случайно заметил, что, по-моему, был вдох. Я говорю, батья, смотри, вроде же дышит. Он говорит, нет, нет, не дышит. И потом раз какое-то время проходит, ну, я не знаю, мы были, может быть, как сказать, шок, не шок, но все равно такое было, какое-то непонятное состояние. Опа. О, Джо! Джо, это ты? Джо! Джо, братан! Вот это новость! Джо, иди сюда, я тебя сейчас покормлю. Джо! Джо, пошли быстрее! Для тебя есть курица. Вот это новость. Пришел Джо! Джо! Ты где был, Джо? Мать твою, Джо! Ты где так долго был, Джо? На, быстрее тебе курица одному. Давай, Джо, налетай. Ты где был? Мать твою, Джо! Тебя все потеряли. Ну ты, Джо, даешь. Так, сюда еще просится Чеба. Че ты хочешь, Чеба? Ну, заходи быстрее. Тихо. На, Чеба. Вот это да. Да, мы уже бедного Джо потеряли. Его не было до ней пять. Но, слава Богу, он объявился. Фу! Вот это... Вот это да. Как такое может быть? Видать, все-таки это может быть... Я бы сказал, что произошло чудо. Если вы, конечно, поверите. потому что, буквально, ну, пусть, ну, точно, не знаю, там, 15 или 20 минут назад, после того, как я покушал, вышел во двор, я еще не знал делать съемку, не делать съемку, потому что настроение было прошивое, Джо все нет. Все начинают вспоминать, что где Джо, где Джо. О плохом думать не хотелось, но я тоже трезво понимал, что пять дней просто так. Где может быть кошка? Я уже стал переживать, может, его кто-то похитил или, не дай бог, там собака, я не знаю, напала. Тут в деревне может произойти все, что угодно. Короче, я старался эти мысли плохие гнать. И вчера я смотрел передачу про космос и там рассказывали про частицы, которые, например, если за ними наблюдать, то при наблюдении они себя ведут по-другому. Они принимают одно из состояний, но я не знаю, как это правильно объяснить. В общем, и там этот мужик сказал, что по сути что бы ты не посмотрел и что бы ты не подумал, то это, в принципе, должно случиться. И вспомнив это, я сегодня вот, вот сейчас я говорю, это было буквально минут 15-20 назад. Просто подумал, вспомнив эту передачу, я подумал, хоть бы ты, Джо, тогда вернулся и ходил мысленно и его звал. Джо, Джо, выходи, приходи. Еще специально ему оставил кусок курицы. Думаю, если он объявится, обязательно его покормлю. И вот, пожалуйста, Джо пришел, а сейчас увидел, пока это снимал мелкого персика и рассказывал про него, боковым зрением увидел, что кто-то пробежал, по-моему, черный, но я сперва насторожился, потому что на него кошки шипели и он шипел на них. Я думаю, как-то странно, но Джо-то вроде как не должен шипеть на своих, но нет, это оказался Джо. Ну, короче, прикол заключается в том, что, посмотрев эту передачу и как мужик сказал, что, если ты об этом подумаешь, то это может, вернее не может, а случится, и, пожалуйста, результат налицо. Еще бы, конечно, это бы срабатывало на том, чтобы, например, подумав, чтобы у меня стало, как бы я хотел, очень много подписчиков, чтобы, наконец-таки, я смог зарабатывать, чтобы у меня был хоть какой-то доход, это было бы замечательно, но почему-то такое пока не хочет сбываться, но, и ладно, самое главное, вернулся Джо, это уже хорошая новость, потому что, честно говоря, я уже начал переживать, потому что так надолго, у нас только так надолго уходит в командировке Барсик, но мы уже это как-то привыкли к этому, а вот Джо, молодой кот, ему еще даже года нет, ну, уже скоро будет год, буквально дней через 10-12, где-то так, будет ему год, в принципе, он еще молодой, никогда так долго не загуливал, даже не представляю, где он мог быть, но, еще раз повторюсь, слава Богу, что он пришел, сразу же, сразу же настроение поднялось, значит, все тип-топ, все тип-топ, раз Джо вернулся, значит, все будет хорошо, так, что вы тут балуетесь, тихо-тихо-тихо, так, вот, это, что тебе там делать, вот, ей надо обязательно в дом забежать, Джо уже отдыхает, Джо, пошли, выходи, Джо, валяется, такой отдыхает, о, и персик зашел, прикольно, зашли такие в дом, Умка, 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 ты где? Так, все зашли, я зайду, так, ну, Чеба, ты что-то тут замарал все, Чеба, что-то тут все замарал, что-то ты все замарал, Чеба, ну, как ты, Джонни, что-то, где Бруте, рассказывай, весь в репейниках каких-то, Джо, Джо, рассказывай, ты где был, а, Джо, что-то ты, Джо, голодал, похоже, эти дни, что-то ты вообще как пушинка стал весить, персик больше тебя весит, Джо, че с тобой, Джо, ты где был-то, а, рассказывай, Джо, так, надо тебя еще чем-нибудь подкормить, а, и, ты, ты, у меня, ты, Продолжение следует...